Все уже привыкли, что Олимпиады это такое бесплатное развлечение для толпы, сидящей около телевизоров. Вся эта система выкачивания из них денег и патриотического экстаза на самом деле сегодня трещит по швам. Ничем они не обязаны нашему флагу, нашему гимну там и так далее. Они не рабы в конце концов и не крепостные. Здравствуйте, это Максим Шевченко. Но вот и случилось. Международный Олимпийский комитет заявил, что Россия не будет официально участвовать в зимней Олимпиаде 2018. Конечно, это скандал, шок и так далее. Все уже привыкли, что Олимпиады это такое бесплатное развлечение для толпы, сидящей около телевизоров и болеющих за наших. За наших, это же наши спортсмены под флагами трехцветными или еще какими-то. Это же мы, это они, спортсмены. Как же так? Когда не допускают их, то не допускают как бы нас. Но на самом деле ситуация несколько в ином. Не допускают-то именно страну, не допускают именно чиновников. Именно министра спорта Мутко не допускают до Олимпиады. И относительно него есть специальное решение Международного Олимпийского комитета. И вот, понимаете ли, мнения разделились. Кто-то говорит, спортсмены не должны ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, только под российским. А если поедут и на ток-шоу Первого канала, где я участвовал, Артем Шенин прямо сказал, это власовцы, это они уподобятся предателю Власову, который вот, мол, тоже там перешел на сторону немцев. Но я извиняюсь, ситуация-то совсем иная. Спортсмены это, в принципе, такие же люди, как актеры театра, как солисты балета, как музыканты, как киноактеры, в конце концов. Которые принадлежат не только нам, несмотря на то, что они выступают под российским флагом, но и принадлежат в первую очередь самим себе. Что такое спортсмен? Это человек, который с 10 лет, или с 7 лет, или с 5 лет непрерывно занимается спортом. Где-то около 10, 12, 13 лет он начинает показывать результаты, которые позволяют тем, кто отбирает дальше этих гладиаторов для дальнейшего роста, вкладывая в него деньги. Вкладываются деньги в профессиональных спортсменов обязательно с помощью медикаментов. Не бывает в современном спорте при этих секундах и при этих метрах, куда они там прыгают и там летают и так далее, ни одного достижения без медикаментов. Не бывает просто, поверьте. Допинг, еще раз повторюсь, как я уже об этом говорил, это не то, что запрещено, а это то, что запрещено на данный момент. Многократная чемпионка мира, рекордсменка мира Иоланда Ченс, которая мне довелась сидеть рядом на ток-шоу Первого канала, и которой яростно выступила эта красивая женщина и телеведущая, между прочим, в защиту спортсменов, сказала мне, что в Советском Союзе была целая фармакологическая академия, которая занималась специально современными препаратами, которые позволяли этим людям показывать высокие результаты, иметь преимущество. И такие же компании, такие же препараты разрабатываются во всех ведущих странах мира. В нашей стране сегодня все делается по остаточному принципу. Препараты не разрабатываются, условно говоря, я не знаю, так это или нет, я догадываюсь, выделяется миллион долларов на покупку самого современного препарата, который пока еще разрешен, и который изобретен где-нибудь в Америке, или в Германии, или в Великобритании. Я уверен, что чиновники половину денег забирают себе, на оставшуюся половину через посредников, которые тоже забирают, покупают какие-то препараты, которые вот сегодня еще разрешены, а завтра уже будут запрещены. Докладывают наверх, у нас все хорошо, эти препараты наверняка используются, а потом, как говорится, страдают спортсмены, а чиновники выходят из воды с сухими. Сегодня ситуация совсем другая, удар нанесен именно по чиновникам, вся эта система эксплуатации людей, которые все своей жизнью, жизнь посвящают спорту, этому достижению, вся эта система выкачивания из них денег и патриотического экстаза, на самом деле сегодня трещит по швам. Поэтому я на стороне спортсменов, я считаю, что дорогие спортсмены, которые всю жизнь, до 25 лет тренировались, бегали, кололись, пили таблетки, имеют право выступать под любым флагом, ничем они не обязаны нашему флагу, нашему гимну и так далее, они не рабы, в конце концов, и не крепостные. Да, если у нас наварятся отношения, очень хорошо, пусть эти достойные люди выступают под нашим флагом. Есть же американцы, которые вот там в ЦСКА играет, например, баскетболист, который гражданин США, чтобы выступать за ЦСКА, принял российское гражданство. Есть многие другие иностранцы, которые сюда переезжают в нашу страну, принимали наше гражданство и выступали за футбольные команды, или за вот эти вот, допустим, трек, бег по треку там и так далее. Тут, понимаете ли, можно. Так вот, я считаю, что российские спортсмены, которые заслужили свое право на победу или на участие, а это деньги для них, это единственное, что они умеют. Они не занимались все эти годы ни математикой, ни экономикой, ни респроденцией, не изучали языки. Они просто бегали, бегали, прыгали, качались, тренировались, кололись и так далее. Потому что вся жизнь современного этого спортсмена-гладиатора, она в одном просто таком рывке. Потому что, когда ты выигрываешь, попадаешь, условно говоря, в тройку или в пятерку призеров, ты обеспечиваешь свою жизнь. И вся эта муха, весь этот садизм своей молодости, который спортсмен потратил, хоть каким-то образом оплачена. Если им не разрешить сегодня ехать выступать на Олимпиаду или куда там еще, под любыми флагами, то тогда давайте и чиновники, и дети чиновников, и бизнесмены все эти, которые там, и все эти юристы, и все эти журналисты, которые сегодня вопят, что они предатели, что они ехать не должны туда, пусть они тоже отказываются от всего, чему они посвятили свою молодость. Поэтому, дорогие спортсмены, никого не слушайте, прыгайте, бегайте, как хотите. Вы все равно будете любить нашу родину под белыми знаменами, под черными знаменами, под фиолетовыми знаменами или под российскими знаменами. Я знаю, допустим, по борцам. Вот в Дагестане очень много борцов, они все не умещаются в рамках одной сборной России. И они выступают там за другие страны, за Польшу, за Азербайджан, за Казахстан, за какие-то совершенно невиданные страны. Это очень достойные ребята, дай им Бог здоровья. Они завоевывают золотые медали, зарабатывают деньги, потом все равно они возвращаются на родину. Они остаются российскими гражданами, как правило. Поэтому давайте мы отнесемся к спортсменам по-человечески. И позволим этим молодым ребятам, которые всю свою жизнь поставили на карту этой своей карьеры, эту карьеру попытаться реализовать в олимпийский успех. А чиновники пусть расплачиваются, пусть перестанут грабить наш спорт, пусть перестанут гробить массовый спорт, пусть перестанут покупать дешевый допинг, пусть возродят фармакологическую, не знаю, там, академию медицинскую, которую будет вырабатывать современные новые препараты, как это делается в Америке, в Великобритании и в других ведущих странах мира, где есть допинг. Но где в допинг вкладываются огромные деньги, потому что Олимпиада это уже давно никакой не спорт, это бизнес и шоу. И в этом шоу, и в этом бизнесе играть надо по их правилам, то есть по тем правилам, которые обеспечивают преимущество. А не изобрать из себя монахинь, которые пошли в бордель, но потом делают вид, что их изнасиловали. Это был Максим Шевченко, подписывайтесь на мой YouTube канал. Субтитры создавал DimaTorzok